Так, недалеко от озера Изео есть такая штука, как пирамиды, они здесь называются. Это такие камни на других камнях. И мы сюда сейчас подъехали, посмотрим, как все это выглядит. Напомню, что мы сейчас находимся в зоне озера Изео. Это очень прикольное озеро в Доломитовых Альпах. Здесь, как оказалось, даже есть дача знаменитостей, такая, как Арнелло Мутти здесь живет иногда, судя по всему. И мы даже вчера попали в ресторан, где она периодически ест. И рестораны здесь, это отдельная вообще тематика. Вот примерно вот так вот это было. Мы тут под вечер зашли в пиццерию Стелла, которая рядом находится. И тут вот просто как домой к бабушке попали. По всем этим фотографиям можно изучить полностью жизнь хозяина заведения. Также есть фотографии звезд Арнеллы Мутти, которая здесь, я так понимаю, была и расписалась. И, к слову, сам же хозяин нам рассказывает, все показывает, принес нам сыр. И у нас это официант. Вот здесь очень принято, когда сам хозяин обслуживает гостей. А вот, собственно, и хозяин с мамой. И она сейчас готовит нам что-то очень вкусное. Представляешь, что такое итальянская бабушка готовит игру? Не могу даже представить, моя бабушка очень вкусно готовила. На вид это просто зеленые вареники. Но на самом деле здесь специальная моцарелла буффало, специальные брошютно, супер какой-то еще специальное все. В общем, это нереально вкусно и писать это сложно. А вот карбонара. Да, карбонара стандартная. Но я думаю, что тоже очень вкусная. Илова, а есть панчетки. Вот так вот называется этот парк. Сейчас мы идем в него уже. И здесь в горах очень красиво. И здорово, когда есть и горы, и озеро. И когда море есть вместе с горами. Потому что без этого, допустим, просто море, это неинтересно, это не весело. Но вот самые соки, конечно, в горах. И города здесь, и зелень, и скалы. И вообще все, что нужно. Ну и озеро тоже было прикольное. Ну и отсюда, конечно же, тоже открывается вид на само озеро Изео. И на вот этот вот остров, где мы вчера были. И куда поднимались на вершинку. Здесь очень много велосипедистов, в частности на шоссейных велосипедах. Многие снимают здесь жилье, катаются. В среднем жилье здесь, как, наверное, и вообще во всей Европе, во всем мире, на двоих человек. Можно найти евро где-то за 50. Мы уже подходим к тому месту, где эти пирамиды, так называемые. И чем-то это напоминает пустыню Моап. Только там, конечно, более масштабные, тоже такие камушки. Там, во всяком случае, это было все сделано столетиями, миллионами лет. И ветер вымывал, точнее ветер и песок все это вычищал. А камушки пооставались. Я думаю, что здесь такая же история. На всякий случай, конечно же, погуглим, когда у нас будет интернет. Выглядит очень прикольно, но вообще, в целом, прикольно прогуляться вот в таком парке. Здесь очень зелено, интересные места, трейлы. На велосипеде, кстати, здесь тоже было бы здорово. Поэтому, в принципе, когда он у тебя в машине, его с собой ты возишь, это классно. Но мы сюда летели на самолете, поэтому, конечно же, мы не брали велики. Но, тем не менее, сама идея того, что путешествовать, если ты едешь на машине лучше с великом, она, как никогда, вот сейчас проясняется. И так нужно делать. Тут у нас есть описание, каким образом все это произошло. И, как я до этого и догадывался, это все природа, силы природы, вода, дождь, ветер. Все это омывалось. Ну, а самые стойкие оставались сверху. Ну, в то время, как вы видите, что здесь разная порода. Если вот этот камень, наверное, надо миллиард лет, чтобы водой и песком обмыло, то вот этот известняк, ну, который похож на известняк, он, конечно же, проще обрабатывается. И вот так и вышло. Субтитры создавал DimaTorzok Так, Лена хочет сказать, чего ей не хватает в Украине. Вот таких вот прекрасных зон для отдыха, для семейного типа, когда есть столики, есть вот такие манганчики. И вы можете приехать в семье, отдохнуть, весело провести время. И это все будет вот еще и культурненько мусорничек рядом. Потому что наши люди, когда делают пикники, мусорят, оставляют все грязным. Ну, и это не очень приятно. Наши парки похожи на мусорник. Да, но хочу здесь заметить один очень интересный момент. Один мой знакомый, как позже уже выяснилось, на Дорогожичах просто положил такой пакет, положил, поклал, как там правильно. В общем, исправляйте в комментариях. Оставил пакет мусорный, огромный, черный такой. Он его там оставил и выбрасывал туда какой-то мусор. А когда я приехал, я еще не знал, я просто смотрю, лежит пакет. И смотрю, девочка бегает и бегает с бутылками и выбрасывает в тот пакет. И я посмотрел на нее и думаю, блин, ну я здесь катаюсь и тоже мог бы так делать. И тоже взял там пару бутылок, банок и бросил в этот пакет. И по сути, только я и эта девочка уже убрали пятачок, наверное, в несколько десятков метров. И поэтому даже если вы не можете дождаться, что кто-то от государства или еще от кого-то поставит вам лавочки, мусорники и прочее, просто оставьте большой пакет, сложите туда все. И это будет такой мусорник, который все будут выбрасывать. И когда кто-то увидит, что он наполнится, я думаю, кто-то додумается взять его и выбросить. И потом продолжать такую эстафету. Но не забывайте, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Сейчас попали в городок, который тоже исторический такой. Но в принципе, в горах, мне кажется, здесь все исторические городки. Очень прикольно. Напоминает мне, наверное, любой город, который находится в горах. Мы и в Болгарии, и в Греции были. Вот все, все они похожи. И они настоящие такие трушные, классные места. Потому что даже если сравнить это все с какой-то там морской зоной, то это разные вещи. Поэтому в любой стране, где вы находитесь, если вдруг есть место, где есть горы, то в первую очередь нужно ехать туда. А потом уже смотреть побережье, столицу и все остальное. Мы туристы экономные, поэтому у нас вот такие нарезочки с собой. И вот эти пикниковые все зоны, они всегда очень кстати, потому что можно так разложиться, взять что-то с собой и покушать. Не обязательно искать где-то в каких-то местах диких кафешки. Все остальное тратить свое время. Мы сейчас в городе Ловэре, от слова «уав», наверное. Но здесь, я думаю, это не совсем от этого слова. В общем, очень прикольный город. Правда, чуть-чуть много здесь машин. Сегодня понедельник, рабочий день. Поэтому народу именно нет туристического здесь много и большой движ. Но тем не менее, это исторический город. И я думаю, надо туда будет пойти чуть-чуть в глубинку, для того, чтобы посмотреть на всякие домики, которые здесь уже давно-давно стоят. И вот в таком вот месте, на озере, прямо в Толомитовых Альпах. Только что мое внимание приковало к себе Феррари. Очень старенькая, очень крутая. И тут я прошел буквально 2 метра, и стоит такая же, но другого цвета. И обе они с немецкими номерами. Скорее всего, здесь какой-то слет любителей. Но, в принципе, я первый раз в жизни вижу модель вот такую вот старую автомобиля Феррари. Если вы знаете, что это за название, напишите в комментарии. Интересно об этом узнать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok